Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют от служб экстренного реагирования предельно быстрых, точных решений и действий. Именно эту роль призвана выполнять Единая дежурная диспетчерская служба Славянского района. О том, как она работает, решением каких вопросов занимается, расскажут наши корреспонденты. Вы только представьте, ни ваши дети, ни ваши внуки, даже правомки ваши не будут заниматься... Оперативная дежурная ДД Славянского района слушает. Ни ветер, никакие погодные условия не используют. Да, здравствуйте. За каждым звонком в Единую дежурно-диспетчерскую службу стоит чья-то беда – кому-то необходима помощь. Поэтому работа службы организована в круглосуточном режиме. Дежурные ведут приём сообщений от населения о чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе или факте возникновения ЧАЭС, а также о пожарах и других нештатных ситуациях. Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы чётко реагируют на поступившие сигналы, обрабатывают, проверяют их на достоверность и оперативно доводят информацию до соответствующих служб. Задача Единой дежурной диспетчерской службы – это обеспечение безопасности людей, обеспечение информирования населения. Здесь расположено автоматизированное рабочее место, где мы видели по управлению системой оповещения, два рабочих места – оперативного дежурного. Здесь расположен также и штаб руководств для решения кризисных ситуаций. Внимание сотрудников Единой дежурной диспетчерской службы круглосуточно приковано к мониторам, где отображается всё происходящее на улицах. А если точнее, то, что попадает в объектив камер видеонаблюдения. В нашем районе установлена 121 камера. Ведётся наблюдение в важнейших местах города, где бывает больше всего людей. Все эти камеры выведены в зал мониторинга и отслеживаются все происшествия, которые происходят на территории Славянского района. И по ним принимается моментальное решение. Информация доводится до сотрудников полиции. Если это связано с объектом газификации, то Горгаз, если электричество, то электричество. Но в любом случае вся информация стекается именно сюда, к оперативному дежурному, который осуществляет полный мониторинг всех жизней и структур нашего района. Дежурные ежесекундно держат руку на пульсе всего нашего района и чутко следят за малейшим сбоем в ритме повседневности. Невидимое око помогает в раскрытии правонарушений. К тому же повышается оперативность реагирования правоохранительных органов на незаконное поведение граждан в общественном месте. Словом, преимущества камер видеонаблюдения очевидны. И аварии, и пожары, и нарушение правил общественного поведения, распитие спиртных напитков на территории пляжа, к примеру. Это и дорожно-транспортные происшествия, при которых угоны машин, воровство на Рынкино. Все эти моменты камеры наши отслеживают, архив хранится длительное время. И после обращения сотрудников полиции этот материал передается им для проведения расследования и решения проблем по уголовным делам. В ЕДДС организовано взаимодействие с пожарной службой, полицией, скорой медицинской помощью, аварийно-восстановительными бригадами на электросетях, аварийно-газовой службой, аварийными бригадами жилищно-коммунального хозяйства, а также сотрудниками ГИБДД. На мониторах отображается состояние движения на улицах Славенска-на-Кубани. В случае аварии или нарушения правил дорожного движения, сотрудники единой дежурной диспетчерской службы предоставляют необходимые видео с камер наблюдения. Что касается взаимодействия с безопасным городом, так называемой системой, имеющейся в Славенском районе, мы очень плотно и плодотворно взаимодействуем с сотрудниками данной службы. Особенно у нас взаимодействие налажено при возникновении дорожно-транспортных происшествий, зона покрытия которых может позволить нам посмотреть то или иное видео, собрать какую-то доказательную базу. Поэтому в целом эта система помогает нам в работе. И лично наше пожелание, чтобы такая система была на каждом перекрёстке. Полицейский пост на каждом перекрёстке не поставишь. На помощь приходят камеры видеонаблюдения. Такое взаимодействие помогает уменьшить количество происшествий, а также в короткие сроки раскрыть правонарушения. Это делает наш город ещё более безопасным. Сотрудники единой дежурной диспетчерской службы работают для того, чтобы в Славенске-на-Кубани было всё спокойно.